Ну что, пришло время построить мою первую лачугу. Посмотрите, какое красивое здесь место. Стоять, лачуга подождет. У нас тут оленята. Привет, мой хороший, будешь со мной жить? Ну куда ты убегаешь? Ну что же ты такой? Да не надо в дерево бежать. Не надо бежать в дерево, я хороший. Я не такой плохой, как ты думаешь. Наш товарищ, который здесь все будет строить, он просто няшка. Он просто самый лучший любитель оленей. Слушайте, что с этим оленем? Что с травой и что с оленем? Что происходит? Друзья мои, добро пожаловать. Это Кэссел Флиппер. И мы с вами хотим построить себе дом. Ну вот я так понимаю, что олень с нами дружить точно не хочет. В общем, побежали. Я хотела тебя направить ко мне домой. Ну не хочешь, как хочешь. Тоже мне прошенные олени. В общем, мы с вами вернулись. Я даже не знаю, как это назвать. На мой клочок земли, будем так говорить. И да, друзья мои, я немножко осипшая, поэтому сегодня у нас будет такой осипший строитель, который будет всех критиковать, все тут строить. Давайте вспоминать, как вообще играть в эту игру, потому что мы с вами уже записывали первый взгляд. И, собственно, первый взгляд, это, конечно, первый взгляд. А сейчас нам нужно здесь построить наш домик. Давайте для начала глянем, что у нас в инвентаре. А в инвентаре у нас, ну, собственно, все, что нам нужно сделать. Начнем, пожалуй, с дома. Замок нам пока не по плечу, ничего страшного. Давайте выберем дом. Я вот не знаю, какого размера строить. Я, конечно, не хочу строить такую же кринжу, какая у нас была в первой серии, поэтому давайте возьмем, наверное... Кстати, бабла у нас достаточно. И я думаю, что нам сейчас супер-пупер топовый дом хватит. Слушайте, тут даже окошки можно добавлять. Двери, ставни. Так, все. Я знаю, чего я хочу. Итак, начнем, пожалуй, с фундамента. Слушайте, прям как в Расте. Прямо действительно строим, как в Расте. Предлагаю начать, наверное, знаете, откуда? Я бы хотела отсюда начинать, чтобы здесь у нас была такая вот площадочка. А здесь мы с вами можем, наверное, как раз его разместить. Итак, пусть у нас тут будет небольшой проход. Пока мы, наверное, все поставим. Уже ночь наступит, зима. А мы все с вами будем расставлять. Так, ставим здесь, здесь. Я вот думаю, у нас вот тут будет такая вот двойная комната. Здесь у нас комната побольше. Тут тоже хочу двойную комнату. А вот здесь у нас будет... Ну, в принципе, пока, мне кажется, этого хватит. Смотрите, такой вот домик у нас симметричный. Начнем с симметричного домика. Нам нужно было четыре фундамента, но мы поставили чуточку побольше. Далее. Давайте возьмем дверь. Блин, слушайте, а у нас дверь-то получается одиночная. Ну, ладно. Пусть будет так. Хорошо, мы с вами типа здесь зашли. Здесь можно типа, знаете, сделать такой вот, скажем так, шкафчик поставить. Типа гардеробный. Здесь у нас будет проход. Мы проходим сюда. Большая комната. Здесь вход раз. Здесь вход два. Хорошо. Допустим. Берем стенки. Куда уж нам без стенок? Надо главное смотреть, чтобы у меня деньги не закончились. А то сейчас оборжемся тут все. И главное все ставить правильно. Ммм, погоди-ка. А окна нам вообще нужны? Давайте в окна вернемся. Вот. Окошечки. Вот, все, зашибись. Так, стоять. Ну, хорошо, у нас тут будет два окна. Я надеюсь, что на нас никто нападать не планирует, поэтому пусть будет два. Здесь тоже окно. Здесь окно. Здесь. Здесь. Значит, короче, спальня будет у меня тут. И я предлагаю окно тут и окно тут. Все. Прекрасно. Берем снова наши стеночки. Тут тоже стеночку надо поставить. Блин, ребят, я уже запуталась в этом доме. Так, погоди-ка, погоди-ка. Мы с тобой заходим. Вот тут осматриваемся. Тут у нас типа мини-гардеробная. Пока ничего не продумала еще до конца, но уже как-то с вами прикидываем. Здесь должна быть стенка. Я же говорила, что уже солнышко наступило. Весна пришла, мы все еще строим. Здесь у нас стенка есть. Тут у нас есть проход. Здесь тоже стенка. Все. Вроде бы все стены поставили. Но вроде как да. Смотрим дальше. Что у нас с вами есть? Крыша. Крыша, крыша, крыша. У-у-у, ребята, это что, это балкон? Или мне кажется? Двери. Давайте возьмем, наверное, какую дверь. Мне вот эта нравится. Давайте вот такую вот дверцу здесь поставим. Входная у нас будет такая классная дверь. О, открывай, пожалуйста. Ты не хочешь ее открыть? Ну, а как я зайду, по-твоему? Как я, по-твоему, зайду? О, теперь зайду. Здесь бы я вообще бы оставила вот все как есть. Тут очки у нас тоже должна быть дверь. Давай посмотрим. Наверное, вот такую деревянную. Раз. И тут. Кстати, тут у нас может быть туалет. Хотя слишком много окон для туалета, поэтому там туалета у нас не будет. Что у нас по окнам? Ну, я возьму, наверное, вот такие. Мне нравятся, в принципе. Вот. Погоди-ка. Здесь можно. Здесь. Убираем. Открываем. Движемся сюда. Привет, оленята. Смотрим дальше. Ступеньки. Ребят, они мне намекают на двухэтажный дом. Ребят, тут есть винтовая лестница. Вы понимаете? Тут есть балкон и винтовые лестницы. Все. Ребят, это лучшая игра, в которую мы с вами играли. Все. Я в восторге. От режима строительства на данном этапе. Это просто бомба. Если что, я сейчас шучу. Давай смотреть. Я хочу все-таки подъем на второй этаж. Играть так играть, как говорится. Предлагаю взять вот такую вот винтовую лестницу. Как мы ее поставим? Ну, давайте здесь прям подъем. Ребята, я поднимаюсь на второй этаж. Э, алло. Алло, что это мы падаем? Там же можно было постоять. Выбираем, получается, пол. Слушайте, как круто. Я хочу вот здесь добавить раз. Вот тут у нас будет балкон. По-моему, они к нам пытаются сюда зайти. Здесь, кстати, можно по бокам крышу разместить. А вот здесь у нас, кстати, будет спальня, ребят. Ну, вот тут будет спальня. Теперь надо понять, как нам с вами с этим всем разобраться. Значит, взаимодействие. А это, о, ребята, мы можем окна пооткрывать. Что, давайте проветрим. А-а-а, так не поставишь. Значит, давай возьмем вот это. Нет? Почему? Почему так нельзя ставить? Или я там мешаю тебе проходу? То есть здесь можно... Не надо нам пока в журнал заданий. То есть здесь я могу поставить... Это не балкон, это полустеночка, получается. Это не то. Слушайте, а что мы балкон не можем? Может, я как-то его здесь могу пристроить? Снаружи-то можно? Ставим здесь балкон. И на балкон у нас будет выход. О-о-о, ты так не поставишь. Слушайте, тут интересная система строительства. Я пока не особо в ней не разобралась. То есть у меня есть пока что только чисто предположение. Но достаточно интересно выглядит. Во. Предлагаю, значит, что нам делать? Изменить топор, факел убрать. Что мы можем сделать? Давай-ка смотреть, что мы можем изменить. Штукатурка. Штукатурка изысканной гладки. Давайте камень возьмем. Не хватает. А, так у нас... Ну хорошо, древесина. О-о-о. О-о-о. Прекрасно, ребят. Мой первый деревянный домик. Как нам сейчас все ровно поставить? Нельзя, да? Знаете, почему нельзя? Ребят, смотрите, как красиво светлячки. Знаете, кто лох? Вот просто вот лох over 9000. Я теперь поняла, почему нельзя. Потому что надо было дверь добавить. Или стенку. Понимаете? Вы понимаете, в чем фишка? Тогда давай... Ну почему? Почему? Ладненько. Не будем расстраиваться так. Погоди-ка. Давай-ка мы сейчас с тобой древесину выберем. Во. Во. Ну тогда придется нам здесь комнату расширить, ребят. Все поделать. Что поделать? Будет у нас тут такая действительно большая комната. Берем тогда с вами пол. Пол-то где? Пол-то лава нет. Пол-то не лава. Все. Здесь у нас будет крыша. Короче, строим асимметричный дом и не паримся. Все, я решила. Здесь я хочу окна. Раз. Два. Тут, я думаю, окно не надо. Предлагаю здесь окно. Тут, тут, все. Тут у нас будут стенки. Ну будет асимметричный. Я хочу асимметричный. Все время асимметричный, асимметричный. Асимметричный и асимметричный. Блин, зря поставили. Я не знаю, как я сейчас там крышу буду ставить. Сюда и сюда. Давайте посмотрим, какой у меня получается домик. Я понимаю, что выглядит он, конечно, не как маленькая лачуга. В принципе, у нас получился достаточно большой дом. Но мы с вами будем его усовершенствовать, перестраивать еще много раз. Только вот с одной проблемой я столкнусь, друзья мои. Вот эти вот две стенки почему-то вообще не хотят ставиться. Давайте я вам покажу. Я убирала крышу снизу. Я размещала разные варианты. Ничего. Значит, здесь у нас комната номер один. Движемся. Значит, здесь мы с вами были. Комната номер два с балконом. Давайте закроем дверь. И я бы хотела входную тоже закрыть. Закрывай, пожалуйста. Движемся наверх. Поднимаемся по такой вот лесенке. Здесь у нас вот такая вот просторная комната. Тоже выходим. Можем посмотреть, что там на улице. И здесь еще один подъем. К сожалению, на второй этаж мы не можем поставить вот такую вот лестницу, как с первого на второй. Пришлось поставить вот такую. Но вы видите, что у нас тут тоже достаточно много места. Я бы там, например, сундук поставила. В общем, давайте посмотрим, что у нас с проблемами. Значит, чтобы я не выбираю... Может быть, в чем-то я ошибаюсь. Может, я что-то не заметила. Но почему-то здесь... Вот смотрите, они вообще не хотят ставиться. Ничего нам не пишется, ничего не говорится. Может быть... Я вот не знаю. Давайте попробуем разрушить... Я еще не пробовала разрушать крышу. Но крышу я поставила после того, как я тестировала. Ну вот давай попробуем. А вот сейчас можно или нет? Слушайте, ну не хочется ставиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше предположение. Может быть, у вас есть какая-то идея. Почему оно ставится? Может, здесь нам не хватает... Кстати, а может быть, нам действительно здесь не хватало... Нет. Я думала, что я поставила здесь, например, перегородку. Ну и как бы она будет все это здесь держать. То есть выше мы можем разместить. А ниже вот тут почему-то не можем. И это для меня, честно говоря, загадка. Видимо, они очень хотят, чтобы здесь у нас была поставлена обязательно дверь. Ну давай. Все, ребят. Мы все сделали. У нас есть с вами наш первый домик. Вот у нас получается здесь проход. Мы справились. Не знаю, что у нас из этого получится. Если, ребят, вы подскажете, то, конечно же, в следующей серии мы с вами тут все поменяем. Итак, давай смотреть. У нас тут есть раз записка, два. Давайте вот эту посмотрим. Время уборки. Этот старый дом нуждается в ремонте. Очистите стены и полы. Соберите мусор и приведите в порядок сад. Сад, друзья мои. Еще надо будет расставить мебель на втором этаже. Слушайте, хорошая идея. Три тысячи, конечно, принять. Давай посмотрим, что здесь. Слушаюсь, капитан. Ходят слухи, что вы лучший реставратор в этих краях. Ой, спасибо, очень приятно. Очень приятно. Надеюсь, вы сможете уделить мне крупицу своего времени. Видите ли, у меня проблема. Мой дядюшка Амвросий оставил мне в наследство небольшой остров. Какие проблемы у людей? Вот у меня голоса почти нет. Вот это проблема. А ему, оказывается, остров оставили. Ребят, согласитесь, я думаю, вы тоже хотели бы себе иметь такие проблемы. Местечко заурядное. Да и не в лучшем состоянии. Но я не мог воспротивиться его дядюшке. И принял подарок. Сам остров заброшен. Старый дом да корабль. И еще лучше, ребят. Вы представляете, у него там дом и корабль. И целый остров его. И он еще жалуется. Крыша над головой у меня и так есть. А вот корабль звучит многообещающе. Я всегда грезил морскими приключениями. Нет, ну ты молодец, давай. Отправляйся в приключения, а мне остров оставляй. Вот только в нынешнем состоянии он из порта не выйдет. Надеюсь, вы можете мне помочь воплотить давнюю мечту. И, естественно, за вознаграждение. Бла-бла-бла. Понятно, отримади... Семь тысяч. Семь тысяч, конечно, принять. Вы что, издеваетесь? Слушайте, у нас два таких интересных задания. Я думаю, что мы сейчас выполним одно из заданий. А затем мы с вами поставим мебель. У нас в доме-то и мебели нет, поэтому давайте... Так, нет, подожди, мне это не надо. Мне нужно попасть в наше задание. Давай-ка перейдем в кью. Я думаю, что время уборки. Начнем попроще, с трех тысяч. Мне нравится. Мне нравится этот дом, ребят. Я хочу тут жить. Все. Породы закрылись. Все, извините. Я никого здесь больше видеть не хочу. Значит, убираем. Заодно посмотрим, какой тут домик. Может быть, себе что-нибудь в плане планировки придумаем. Так, убираем. Пока что все просто. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Все. Прекрасно. Ребят, не переживайте. Мы обычный хаос-флиппер тоже не забываем. Он тоже будет. Просто поначалу как-то, знаете, хочется разобраться с вот такой вот новой игрушкой. Согласитесь, это интересно. Давай посмотрим. Пятна. У нас тут где-то еще пятна. Давайте сначала пятна повытираем. А где еще пятна? Наверное, внутри. Хотя не факт. Но я больше вроде как пятен и не вижу. Поставьте шкаф, уберите старые пни и деревья. Ух ты. Давай возьмем... Нет, погоди-ка, нет. Этим мы убирать точно не будем. Топор. Вот. Срубили раз. А можно мне это все дерево себе забрать? Ой, еще надо в определенное место нажать. Ну, действительно. Все, прекрасно. Кстати, самое интересное, знаете что? Что получается, я почему-то не могу рубить дерево у себя на участке. Может быть, это пока что? Но это крайне странно. Честно вам хочу сказать. Так, кстати, давай заберем. Это мое. Куда покатилось? Буратино, ты куда? Буратино должен быть здесь. Тебя тоже надо убрать? Ну, хорошо. Давай убирать. Топор. Чпоньк. Чпоньк. Забираем. Блин, мало дерева. Мне надо больше. Надо больше дерева. Эй, соседи! Соседи! Ух ты. Слушайте, смотрите, как там красиво. Соседи! Ребят, я хочу построить эти домики в Sims. Я никого, наверное, не удивила. Кстати, да, я хочу вернуться в средневековую деревушку, которую я для вас строила. Поэтому, надеюсь, я до нее доберусь. Привет, Малфа и Мэндер. Это так, к слову. Значит, берем тебя. Тебя баловаем. И я вижу, что у нас достаточно много дерева добавляется. Я уже хочу перейти, знаете, к чему? К тому, что у нас камень появится. Пока что у нас камня нет. Мы пока что сами бедные, несчастные не знаем, где камень добыть. Хотя у нас полным-полно камней вокруг. Нет, ну это красивое дерево. Не буду я его рубить. Можете списать мою зарплату, но такие деревья точно срубить не хочу. Тебя же тоже не надо. Нет, ты хорошая, ты расти себе. Да и эти вроде бы свеженькие. Дурачок какой-то, заказчик, знаете, у нас. Ломай. Это тоже ломаем. С другой стороны, у нас появится древесина. Лишней она нам не будет. Хорошо. Это мы разбиваем, это мы ломаем. Да погоди-ка. Погоди-ка. Все, есть. Знаете, мне эта игрушка прям очень нравится. Я не знаю, и в плане графики, и в плане заданий. То есть она, знаете, такая вот расширенная версия нашего любимого хаосфлиппера. А можно? А можно мне? Блин, хотел остырить дерево. Ну ладно. А где тут вход? Блин, я думала, тут вход. Странное какое-то место. Фу. Кто тут набросал столько мусора? Почему тут столько мусора? А, вот и наши любимые пят... Фу. Я что, в карман себе забрала их? Ребят, у меня теперь таракашки какие-то в кармане будут. Фу, какая гадость. Чувак, ты странный. Или ты чувиха? Кстати, как вы думаете, мы играем за девушку или за... По-моему, мужские руки. Хотя, знаете, может быть и женские. Кто их знает? А ну покажи. Ну, вообще, по аккуратному маникюру похоже на женские. Слушай, а лестницу тебе тут не надо как бы так двигать, да? Подожди, я смогла подняться, это уже радует. Вот он наш второй этаж. Давай-ка возьмем лестницу. Ой, лестницу, этот шкаф. Я предлагаю шкаф поставить здесь. Типа, знаете, такая вот гардеробная комната. У нас тут даже не комнатка. Вот, ставим. Все, красавец. Это убираем. Ну, сразу тут, конечно, дофига. А, тебя тоже можно передвинуть? Ну, давай вот здесь поставим стульчик. Мол, как бы переоделся, сел, отдохнул. Вы что, так не делаете? Все так делают. Ставим здесь. Вот здесь ровненько. Все ровненько. Я вижу, что у нас там стол, поэтому я так понимаю, что скорее всего... Да возьми ты уже. Ты что, издеваешься? Ты издевай... А, все, уже не издевается. У нас тут стол есть, поэтому, скорее всего, нам придется этот стол все-таки сначала поставить. Слушайте, а давайте возле окошка. Ну, вот тут хочу. Что тут поставить стол? Не будет вам тут места табуреточки. Придется мне вас сейчас переставить вот сюда. Раз. Этот, думала, будет у нас красивые табуреточки возле шкафчика стоять. Так, погоди-ка. Два. И вот тут третье. Все, прекрасно. Тут фу, у нас тут пятна какие-то. Это забираем. Это тоже мне понадобится. Берем, вытираем пол. Мне интересно просто, какие тут могут быть задания, ну, когда они станут сложнее. То есть, наверняка у нас будут еще какие-то ремонты, еще что-то. Это мы с вами сделали. Поставьте шкаф. А что мы сделали на втором этаже? Мы разве не шкаф поставили? Фу, это что такое? Это действительно таракашки. Я хотела внимательнее рассмотреть, но уже что-то не хочется. Спасибо, убираем. Это. А, может быть, про вот этот шкафчик тут речь? Ну, я бы его здесь вообще-то оставила. Поставьте, это, наверное, новый все-таки. А что, тут нельзя? Ну, не хочешь как хочешь, я тебя не заставляю, в принципе. Стой здесь. Вроде бы я все пятна уже повытирала. Где еще пятно? Это вечная проблема, которая у меня была всегда в хаус-флиппере. Где-то спрячется пятно. Попробую найти, где оно. Слушайте, оно может на стенках. Я аж такой слепошарик. Я аж могу не заметить. Либо где-то на улице. Подвала тут нет. Нет. Тут тоже ничего нет. Сейчас какой-то хренатей не будет полной. Ребят, где пятна. Ребят, где пятна? Объясните мне, пожалуйста. Где здесь пятна? Тут тоже нет пятен. Даша и пропавшие пятна. Практически как Гарри Поттер и Кубок Огня. Ладно. Давай. Выйдем на улицу. Даша слепошара. Мы уже с вами поняли. Спасибо. Повторять дважды не нужно. Давай пробежимся здесь. Может быть какая-то колонна. Ребят, ну я же не могла пропустить так. Я же не настолько слепошара. Может быть вот это у нас пятна? Понимаете, нам бы написало, типа нажмите тап, чтобы понять, что вы пропустили. Четыре из пяти. Вот это я всегда. Может вот это считается пятно, нет? Это тоже не пятно. А тут пятен нет? Давайте мы вам тайт просто подарим, и вы сами эти пятна повытираете. Ладно. Давайте мы обустроим спальню, а потом я уже пойду Даша в поисках пятен. Или пятна в поисках Даши, я уже не знаю кто от кого. Может быть дерево надо это самое помыть. Значит, где у нас будет кровать? Извини, шкаф, я тебя передвину. Ты все-таки будешь стоять вот тут. Вот здесь и стой. Стой и охраняй. Я поставлю, наверное, кровать вот здесь. Значит, мы переходим сюда. Спальня. Кровати. Какую поставим кровать за 200? Давайте вот эту. Ну какая кровать? По-моему, мы ее уже с вами ставили, но ничего страшного. Можно еще немножко повосторгаться. Так, идем сюда. Эм. Эм. Нет. Вот так вот. Эй, стоять. Все. Отлично. Значит, что нам нужно? Кровать мы поставили, но как бы нам же нужен и матрас, наверное. Это же матрас? Да. Слушайте, а что, оно не считается, что ли? Что оно не считается? Как-то обидно стало. Слушайте, а может это и не второй этаж? Может быть там у нас второй этаж? Нет. Слушайте, я душа щедрая. Я такой человек, я готова им две кровати подарить. Понимаю, что буду выглядеть, наверное, в их глазах как лошапет, но... Чё бы и нет. Я бы вот здесь поставила. Слушай, давай проверим. Можно ли вот уточки как-то? Возле окна. Как-то криво ты ставишься. А может быть здесь? Давай здесь. Вот будет смешно, если это второй этаж. Скорее всего, это второй этаж. Вот самое интересное, что я предполагаю, это именно второй. То, типа, был подвальный, не полуподвальный, а ещё какой-то. Слушайте, криво ставится. Или у меня какой-то кривой глазомер. Согласитесь, что он кривой. Кривая кровать. Ладно. Поставим её, наверное, всё-таки возле шкафчика. Не буду я там ставить её. Так она хотя бы ровно ставится. Вот тут. Да, друзья мои. Оказывается, это второй этаж. Класс, молодец, этаж. Молодец. Не там поставила кровать. Ну, будет подарок от фирмы. Движемся дальше. Ну, давайте не будем жадничать. 50 золотых мы не зажмём. Всё, я молодец. Ну и шкаф на втором этаже. Значит, нас интересует именно шкаф, не полки. Посмотрите, как много шкафчиков всяких. Чё им поставить? Подешевле, подороже. Может быть, им вот такой давайте поставим? Вот почему здесь нельзя? Что это за странное место, где я не могу ставить? Ребята, нет, это не тот шкаф. Это какой-то, знаете, комод для хранения посуды. Это не то. Вот этот давайте. Ну, за соточку. Ну, извините. О, кстати, красивый шкаф. С попой, со стороны попы ты как-то выглядел... Нет, остаться. Мы с вами пятна ещё не выполнили. Я хочу найти эти дурацкие пятна. Я найду эти пятна, кстати. Подождите, а у нас тут нет ни сундуков, ничего, никаких подарков. Какие-то жадные. Жадные заказчики. Где пятна? Хорошо. Ладно. Я предвкушаю, что сейчас, наверное, в комментариях просто боль. Все, наверное, пишут, что... Ты, Даш, не заметила. Там же всё было понятно. Ну, извините. Сорян. Просмотрела. Даже спорить не буду. Надеюсь, что я не одна такая, ребята. Напишите в комментариях, кто тоже ещё не заметил. Да, я вижу, что мы с вами сейчас можем как раз заняться моим домиком. Давайте поставим немного мебели. Будем с вами потихонечку её расставлять. Я думаю, что мы с вами спальню всё-таки... Давайте проверим. Слушайте, а может быть... У меня сейчас, может быть, был какой-то баг, и я тогда не могла ставить. А сейчас типа смогу. Да. Ребята, тут баг. Блин, да тут багище. А ну открывай. А может не открывать. Тут был баг. Ребята, обратите внимание, что тут действительно была проблема. Вы не могли ставить, и мы с вами не могли ставить, пока, получается, не вышли на другое задание. И теперь у меня будет полностью достроен дом. Всё правильно? Да. Да-да-да, друзья мои, я наконец-то его достроила. Строили, строили, и наконец-то достроили. У меня, по-моему, аж голос начинает про это самое появляться. Значит, я бы хотела поставить тогда ещё две стеночки вот здесь и вот здесь. Хотя, слушайте, блин, нет. Я хочу здесь перила. Но перила, наверное, здесь не станут, поэтому придётся нам побольше стеночек. Значит, мне нужно дерево. Раз, два. Всё, мы справились. Спальня у нас где будет? Спальня у нас, наверное, всё-таки на втором. Здесь я бы разместила, может, что-то типа кабинета или там что-нибудь тут прятать будем. Сундуки опять-таки. А вот здесь хочу спальню. Открываю окна и размещаем здесь мою спальню. Ребята, как красиво у нас получается. Я так рада. Я так рада, что не всё так печально. Смотрите, может, такую? Давайте лахшери кровать. Лахшери кровать у нас здесь будет стоять. А чё такое? Ты не можешь здесь стоять? Ты чё, издеваешься? Кровать? Ты чё? Ты упала? Кровать? Почему я не могу её там поставить? Что мешает? Ну, здесь это тупо. Хорошо, давай вот здесь как-нибудь. А, ну хорошо, может, ты в окошко хочешь смотреть? Пожалуйста, я, в принципе, не против. Вот тут поставим, да? О, ребята, вот это лахшери. Вот это всё. Вот это красота. Смотрите, какая у меня теперь кровать, а? Всем завидно, да? Мне тоже самой завидно. Туалетный столик. Ну как это может быть? Так, ребят, будем играть, будем думать, что у меня девчонка. Потому что, ну раз ставим туалетный столик, то, блин, это как-то странно. Я отображаюсь в зеркале? Не, меня не видно. Я не отражаюсь в зеркалах. Я вампир, мы это уже давно приняли. Блин, хочу переставить теперь нашу кровать. Давайте попробуем переставить. Погоди-ка. А чё ты приподнимаешься-то, не? Ешь, чтобы спать. Да не, пока что спать не хочу. Не, пусть тут стоит. Не хочу ставить пока никакие здесь другие предметы. Давайте, может быть, вот тут рядышком я поставлю комодик. Вот тут. А с этой стороны я бы поставила шкаф. У нас же должен быть гардероб хоть какой-нибудь. Кстати, причём я возьму вот этот, который я оставила тем ребятам. По-моему, это у нас из одного комплекта всё идёт. Во! Всё, ребята, супер! У нас есть возможность ещё и кухню разместить. Где будет кухня, я не знаю. Слушайте, может здесь. Надо только понять, что у нас тут есть для кухни. Вообще, какого размера у нас тут кухня. Ванная, ребят. Давайте, наверное, шкафчик поставим. Вот такой, предлагаю, шкафчик. Вот здесь, на кухне. У нас будет шкаф... Шкафня. Кухня и столовая. Короче, здесь у нас шкаф. Полочки. Полочки. Давайте, ребята, мы полностью можем тут обустроить кухню. Вы представляете? Представляете, какой кайф? Мы реально можем здесь обустроить себе настоящую кухню. Стуль и столчик. Стольчик. Какой столчик? Даже стол тебе надо поставить. Столик, стольчик, блин, ставит она. Фига себе стол. Я просто хотела бы где-нибудь его, например, вот здесь, прям в центре. Так вот по красоте. Но ты слишком большой. Я хочу поставить поменьше. Мне и маленький подойдет. Такой, например. Прям в центре, чтобы все видели. Заходишь и видишь, как неровно я его поставила. О! О! Да, блин, да что ж такое у меня с глазомером сегодня? У меня вечная с ним проблема, но сегодня прям какой-то по-настоящему большая проблема. Все, мне можно завидовать, друзья мои. Посмотрите, какой у меня ложе. Прихожу такая после работы, ложусь и отдыхаю. Хочу здесь еще один комод поставить. Значит, мне нужен из спальни комод. Возьмем, наверное, вот такой. Вот здесь пусть у нас как бы прихожаешь, да? А где у тебя вперед? Где у тебя зад? Тут вперед, ну ладно. Пусть будет здесь вперед. Ставим здесь. И тут, наверное, какую-нибудь табуреточку или стульчик. С кухни возьмем. Возьмем, наверное, знаете что? Вот у нас, кстати, еще такое ложе есть. Ну прям, ребят, прям не знаю, что брать. Прям все хочется. О, скамейка. Все, супер. У меня тут скамейка будет. Приходишь, садишься на скамейку. Давайте, наверное, ванную здесь сделаем здесь себе. Открываем окна. Пусть проветривается. Да, открывайся ты давай. И берем с вами ванную. Эээ, ванна. У-у-у, ребята. Ну давайте, как у Геральта была. Давайте вот тут у нас будет ванна. А можно? Блин, нельзя принять ванну. Вот как всегда, весь кайф обломали. Далее. Где у нас будет водичка плескаться? Давайте здесь. Все, вот тут у меня будет водичка. Все, красота. Все, лахшери дом. В стиле средневековья. Ребят, все ко мне в гости захотят приходить. Я вам отвечаю. Сто процентов. Мне бы какой-нибудь здесь шкафчик. Но что-то эти шкафчики такие огромные. Даже не знаю, как их ставить. Не, они сейчас весь чан мне закроют. Вы что? Все должны... А ну, погоди-ка. Че ты такой большой? Ты че такой большой? Мне же где-то полотешки хранить надо. А уже даже ты нигде не будешь хранить полотешки. Обломиссимус. И я этот здоровый. Слушайте, че тут со шкафчиками-то? Ладно. Хотя бы такой поставим. Окно, благо, не закрывает. Я могу, правда, вот сюда в угол поставить, как у нас в Sims 4 есть, да? Такие вот угловые ванны. Ну, здесь, в принципе, все окей. Что у нас есть? Разные картины. Ребята, животные. Это же просто... Это же просто что-то с чем-то. Шкуру давайте бросим. Вот здесь у нас будет шкура лежать. В смысле, ты не будешь здесь лежать. А где ты будешь лежать? Давай вот здесь положим. Только я бы как-то... Ну, вот здесь можно разместить. Че-то у нас подпрыгнул даже наш вот этот вот лежак. Что у нас есть здесь? Камины. Ну и куда мне этот камин? Куда мне его поставить-то? Хотя можно вот такой вот, например, вот здесь. Будем мясо жарить. И что? Я тоже так могу красненьким побыть. Слишком большое, верно? Может здесь печку, типа? Какое-то оно все здоровое, слушайте. Не про размер нашего домика. А я еще переживала. А че у нас, типа, все такое большое? Надо, наверное, домик поменьше. Ага, поменьше. Во. Зато у меня теперь есть камин. Можем тэб нажать, и у нас будет факел. Это че с камином? Камин какой-то ненастоящий. Нас кинули. Предлагаю добавить какую-нибудь картинку. И, в принципе, наш базовый домик, ну, можно сказать, что частично-то готов. Где повесим? А можно здесь повесить? С чем взаимодействовать? А, надо ее развернуть. Че она такая кривая? Че она не вешается, ребят? Почему она кривая? Объясните мне. Я хотела какую-нибудь красивую даму здесь разместить. А, наверное, потому что не той стороной, правильно? Да. А ну-ка, где мой глазомер подсказывает? Вот. Не видно, правда, нифига. Ну да ладно. Предлагаю себе еще разместить какой-нибудь коврик. Например, вот такой. Че это за ковер? Такой дорогой, такой маленький. Вечно нас с вами обманывают где-то. О, а вот это вот можно положить. Такое помятое немножко. Ну, и на том спасибо. Вот здесь все. По-моему, там еще и дырки какие-то. Предлагаю здесь тоже камин добавить. Причем давайте возьмем вот этот маленький. Вот тут поставим его. Ровненько. Все, красота. И давайте, наверное, что возьмем? Освещение! Наконец-то, Даша, ты вспомнила про освещение. Я тут ни при чем. Это все игра, ребят. О, раз. А можно тебя как-то зажечь? Сюда вообще не ставится. Давайте на стол поставим вот такой вот. Так, становись, светильник. Есть. И как-то, я смотрю, у нас деньги таять начинают. Так, здесь ставим. Потом здесь поставим. Ну, прям как люмеры с красавицей чудовища. Можно тебя зажечь? Слушайте, а зажечь-то его нельзя. Или мы можем через факел его поджечь? А-а-а! Как класс... Ребята, забираю свои слова назад. Нас не кинули. Тут просто классная система. Ну, серьезно, согласитесь. То есть мы должны еще это все поджечь. За это респект. И туточки, да? Ну что, друзья мои, я еще немножко поработала с домиком. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Ну, а в следующей серии, я думаю, что мы займемся нашим садиком. Погоди-ка. Это что еще за дом? Я его не строила. Хотя мне он тоже нравится. Даже очень нравится. Я думаю, что мы пойдем познакомиться с соседями. Именно что в следующей серии. Это, знаете, такой вот мини-спойлер, что нас с вами ждет дальше. Скорее всего, вот этим вот ребятам тоже нравится вот это вот местечко. Я же говорила, что оно райское. Итак, мы с вами заходим и попадаем вот в такую вот небольшую прихожую. Открываем дверь. И здесь у нас гостиная. Здесь мы с вами можем сесть на вот такую вот табуретку, выпить какой-нибудь вкусный напиток, расслабиться, посидеть здесь. Ну, согласитесь, смотрится уютно. Освещение здесь просто бомба. Заходим. Здесь у нас ванная комната. Можно чпоньк здесь немножко посидеть. Можем пройти ко мне на кухню. На кухне тоже очень много различных, кстати, предметов. Как видите, развеся всякую утварь. Здесь у нас стоят какие-то коробки, какие-то ящики. Между прочим, я повесила шторы, но они слишком перекрывают весь вид из окна. Поэтому я думаю, что, скорее всего, их уберу. Здесь у нас тоже стоят какие-то бутылочки. Здесь у нас выход на балкон. До свидания. Тут пока что ничего нет. Поднимаемся выше. Поднимаемся сюда. И здесь у нас спальня. Я в спальне решила не вешать никакие шторы. Потому что мне кажется, что будет тогда совсем ничего не видно. Можем глянуть. Может быть, ну вот такие разве что повесить. Но, понимаете, они огромные. Они гигантские. То есть давайте вот закроем одно окно. И посмотрим, как это будет выглядеть. А как это будет выглядеть? А что-то они у нас вообще не хотят размещаться. Ну и как? А вот, наконец-то. Нет, в принципе, можем попробовать. Давайте посмотрим. Вот такие. Хотя нет, слушайте, мне нравятся. Вот такие хорошие шторы. Может быть, мы и на кухне их разместим, если, конечно, они поместятся. Давай-ка развернем шторки. Слушайте, ребят, у нас прям действительно такое уютное местечко получилось. Посмотрите. Смотрите, как красиво. Здесь у нас полочка с книгами. Здесь у нас шкаф. Тут у нас есть вот такой вот диванчик. Я так понимаю, что цвет мы поменять никак не можем. Давайте вот выберем, например, вот эти шторы. Поставить поворот отмена. Неа. Пока менять не можем, но я думаю, что, возможно, она у нас дальше появится. А вот тут у нас... Тихо. Мы провалились. У нас тут секретное местечко. Если вдруг кто-то к нам нагрянет в гости, мы всегда можем угостить вот такой вот вкусняшкой. Но если кто-то захочет ее украсть, то вас кое-что ждет. То, что мы с вами добавляли в комнате Грея. Помните, в Sims 4? Ну что, ребят, вот такой у нас получился первый домик. Я надеюсь, вам он понравился. Мне лично понравился. Я надеюсь, что когда у нас будет с вами камень, то мы сможем его еще получше обустроить. По крайней мере, я бы хотела первый этаж сделать каменным, а может быть и второй. Надеюсь, вам понравилось это видео. Друзья мои, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok